Бывший начальник департамента полиции Павлодарской области Нурлан Масимов отправился в тюрьму следом за своим братом Каримом. Экс-генерала суд приговорил к 10 годам лишения свободы. Его признали виновным в получении взятки, растрате чужого имущества, а также попытке незаконного пересечения границы. Путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначить Масимову наказание в виде 10 лет лишения свободы. С конфискацией имущества с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе, судьи, в органах местного самоуправления, Национальном банке Республики Казахстан и его ведомства. В полномочном органе по регулированию, контролю и надзору на финансовый рынок и финансовых организаций, государственных организаций и субъектах квази-государственного сектора. Помимо дома в Алма-Ате и 16 миллионов у Масимова отберут государственные награды и звание генерала. На скамье подсудимых оказались и его сообщники. В заместителе бизнесмен, который по версии следствия дал ту самую взятку. Оба тоже получили реальные сроки – 8 и 7 лет соответственно. Напомню, Нурлан Масимов подал в отставку в январе прошлого года, сразу же после задержания его брата, экс-начальника КНБ Карима Масимова, которого уже осудили за госизмену. И как только Масимова-младшего обвинили в получении взятки, он подался в бега. Позже его задержали на границе с Россией. Адвокаты, осужденных с приговорами, не согласны и намерены их обжаловать. Мы с приговором не согласны категорически. Я удивлен вообще этому приговору, что так просто взять и исключить доказательства из дела и вынести обвинительный приговор, потому что судья изначально исключил из дела доказательства. Продолжение следует...